МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, наши дорогие и уважаемые телезрители! Это программа «Поехали на курорт!» И сегодня мы приехали в город Пятигорск, чтобы рассказать вам о здравнице с 10-летней историей. Это санаторий Пятигорский Нарзан. Санаторий Пятигорский Нарзан – это один корпус небольшой территории, который располагается у подножия горы Машук. В здравнице проводится лечение заболеваний костно-мышечной системы, органов пищеварения, нервной системы, кожи, иммунной, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Также в санатории осуществляется терапия уролога-андрологических, мекологических и гинекологических патологий. Для лечения гостей санаторий используют новейшее отечественное и зарубежное оборудование. Кроме лечебных программ есть сауна, хамам и спа-процедуры. Уникальное отделение в санатории Пятигорский Нарзан – Радоновая. Эта радоновая вода поступает с Бештау-Горского источника, что на горе Бештау. Длина минераловода длиной 8500 метров самотеком поступает в наши резервуары. В санатории доводится до состояния 40 нанокюрей, и наши пациенты в этих лечебных ваннах принимают наши радоновые ванны. Уникальность в том, что в нашем санатории мы работаем все 7 дней в неделю. И наши пациенты, которые приезжают сюда, они могут без курса перерывов принимать ванны по специальным схемам. Это или через день, или же два через день. Схемы, разработанные нашей клиникой, не курортологии, и поэтому придерживаемся традициям старинной классической больниологии. Радоновая вода была открыта еще в прошлом столетии. Эту процедуру проходят при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кожных заболеваний. Она снимает воспалительные процессы и улучшает обменные. Радоновое лечение встретишь не в каждом санатории Кавказских минеральных вод. В этой здравнице представлено 4 ванны и одно гинекологическое отделение. Эта вода не имеет ни вкуса, ни запаха, буквально вот такого плана. Потому что, как мы знаем, что альфарадон мы, естественно, только измеряем дозиметрически. Наши пациенты проходят экспозицию в течение 15 минут. Для этого у нас существуют специальные весы. И при температуре 37 градусов, которую мы измеряем при них, они принимают наши ванны. Альфарадон – это газ, который в течение двух часов распадается на кожу человека. Но в это время он успевает сделать своё лечебное дело. То есть улучшает микроциркуляцию, иннервацию, за счёт чего у нас снимается болевой синдром. У человека улучшается самочувствие, нормализуются обменные процессы. И в состояние нервной, иммунной и эндокринной системы приходит равновесие. На приёме врач определяет, какой концентрацией должен быть радон. И медсестра чётко по указанию врача отпускает процедуру. После приёма курса 10-15 ванн человек заходит в длительную ремиссию без большого медикаментозного лечения. В нашем радоновом отделении находится своя дозиметрическая лаборатория. Вода с накопителей поступает к нам в санаторий. Затем через специальный аппарат, гамма-спектрометр, мы получаем измерения. В компьютере мы выравниваем до нужной дозы, и уже готовая вода поступает к нашим пациентам в ванное отделение. Количество нанокюри здесь может колебаться от 180 до 200. И мы должны конкретно знать, что нашим пациентам поступает. Если доктор написал 180 нанокюри, пожалуйста, она идёт 180. Если доктор написал 40 нанокюри, значит, мы выравниваем через дозиметрическую лабораторию до 40 нанокюри. В детской практике мы выравниваем до 10 нанокюри на литр. Это специальная единица, которая измеряет радиоактивность радоновой воды. А вот современная высокотехнологичная процедура для коррекции фигуры и устранения жировых отложений без операции. Называется она криолиполис. Очень хорошие результаты, наработки великолепные. Буквально после третьей процедуры уходит до 7 сантиметров лишнего. Лишнего у кого где что. Наверное, мечта любой женщины, которая хочет скинуть лишние килограммы. Криолиполис – это методика уменьшения количества жировых отложений путём их аппаратного охлаждения. Аппарат привезён из Монако. Это последняя разработка. Ну, пятигорский он один. Что она себя представляет? Разброс температуры у нас от плюс 40 до минус 12 градусов. И усиливается процедура ещё токами. То есть два в одном сразу получается. Очень хорошие результаты, наработки великолепные. Однако есть два вида аппаратов, которыми проводится криолиполис. С вакуумной насадкой, которая всасывает жировую складку. И с металлическими пластинками, охлаждающими проблемный участок. Вообще она сама пластмасса, металлическая основа у неё. Аппарат с металлическими охлаждающими пластинками работает по принципу отбора тепла у жировой ткани. Происходит контактное охлаждение кожи посредством тепла отводящих пластин. Процедура на лицо в течение 30 минут длится. Животик 30 минут. Ну, ножки, конечно, чуть-чуть побольше. У нас задняя часть бедра, ягодицы, ножки. А сейчас мы пришли на карбокситерапию. Карбокситерапия – это иглорефлексотерапия с углекизмом газа. У нас работает врач, не средний медперсонал. И я работаю как рефлексотерапевт по точкам. По биологически активным точкам я вожу вам углекизмный газ. Отметим, что курс подобного лечения может иметь как эстетические, так и медицинские показания. Вот вы пришли ко мне, например, с боли шеи. Чем поможет вам карбокситерапия? Карбокситерапия работает локально в данном случае. Уменьшается мышечный тонус, улучшается микроциркуляция. Соответственно, нет давления корешков и сосудов. У вас улучшается и мозговое кровообращение, и расслабляются мышцы. У нас есть газовый баллон. В него мы закачиваем углекизмный газ. Через систему проводов этот аппарат подает на мою иглу углекизмный газ. По отзывам карбокситерапия не имеет осложнений и не дает побочных эффектов. Но, тем не менее, существует ряд заболеваний, при которых эта процедура может стать причиной ухудшения состояния организма. Абсолютными противопоказаниями является воспалительный процесс в месте обработки, почечная и дыхательная недостаточность, эпилепсия, беременность и грудное вскармливание. Вообще, процедура проводится от пяти до десяти раз, но эффект наступает с пятого раза. Сразу у нас снимается боль и поднимается настроение и возлучшается состояние человека. После процедуры Лариса Петровна рассказала, что у каждого врача в кабинете есть свой уголок, где представлены достижения специалиста. Вот у меня висят три сертификата. Это международного уровня. Три сертификата, когда я проходила по рефлексотерапии, суджоктерапии. Есть сертификат о том, что я как рефлексотерапевт могу работать в карбокситерапии. Это вот этот сертификат. И благодарственные письма. Есть благодарственное письмо от Женсовета Ставропольского края. Есть почетные грамоты и диплом элита здравоохранения. Идея сделать такие уголки специалистов была руководить для санаторий Татьяны Чумаковой. Она и рассказала историю здравницы. Раньше на этом месте был заброшенный санаторный корпус. Делали капитальный ремонт и 10 лет назад свои двери для отдыхающих открыл санаторий Пятигорский Нарзан. Здесь были вороны, сороки, собаки, ужи вот в этом здании. Вот такое оно было заброшенное. Санучек поддерживал меня везде во всем. И говорю, мам, если ты считаешь, я думаю, что все получится. И действительно получилось. Мы его где-то меньше года отремонтировали, запустили. Он действительно получился такой, как вы хотели? Или вот что-то вот добавить? У нас немножечко территория, желательно бы побольше. Но, тем не менее, у нас сейчас в планах, в проектах мы хотим приобрести вот этот автобусик открытый, который бы катал по курортной зоне наших отдыхающих. Мы это все равно сделаем. Я считаю, что мы его настолько сделали так, как нужно, вышкалили. Вот, все достойно. Спасибо, конечно, Богу, коллективу, который есть у меня, семья, которая со мной рядом всегда, в любое время. Татьяна Арсентьевна собрала отличную команду специалистов. Ее кабинет практически никогда не пустует. Либо идет какая-то планерка, либо приходят благодарные пациенты. В каждом коридоре санатория, даже в самом простом, представлены различные почетные грамоты, благодарственные письма и сертификаты Татьяны Арсентьевны. То есть их такое количество, что можно развесить во всей здравнице. И, кстати, на нашем канале скоро выйдет новый выпуск программы «Человек на своем месте» о Татьяне Арсентьевне. Еще одно преимущество санатория «Пятигорский Нарзан» – это его расположение. Санаторий «Пятигорский Нарзан» находится у подножия горы Машук. Вот он. Кстати, помните, в одном из выпусках мы туда забирались. Вокруг здравницы – очень прекрасная лесопарковая зона, что позволяет отдыхающим насладиться чистым воздухом и хорошим пейзажем. В холл санатория проведен источник номер 19 для питьевого лечебного курса. Расстояние до бювета, где находится источник номер 4 и номер 7 – всего 350 метров. Система питания в этом санатории ресторанного типа. Всего здесь представлено 4 ресторана. И вот один из них, ну, наверное, самый красивый в таком интересном итальянском стиле. Также в рамках корпоративных программ в здравнице представлен зал для конференций. «Пятигорский Нарзан» относится к санаториям комфорт-класса. На территории здравницы имеется открытый бассейн, который пользуется огромной популярностью. Различные зоны отдыха и детская площадка. Площадь территории санатория «Пятигорский Нарзан» почти гектар. Но, если быть точнее, 0,96. Но, несмотря на свою небольшую площадь, здесь компактно уместились все прелести для комфортного отдыха. Здесь даже есть копия иоловой арфы. Ну, правда, настоящая Пятигорская арфа находится буквально в 5-10 минутах ходьбы от здравницы. Но если захочется прогуляться по городу, так сказать, посмотреть на местные достопримечательности, далеко идти не надо. Основные излюбленные места туристов находятся в шаговой доступности. К примеру, Пятигорские ворота солнца. Находятся они у подножья Машука, точнее, на полпути к зеленой вершине, неподалеку от домика лесника. С ворот солнца открывается умопомрачительный вид на окрестности Пятигорска, на горы Бештау, Юцу и Джуцу. А в хорошую погоду горизонт украшает белоснежный Кавказский хребет. Каменно-бетонное сооружение в виде арки построено в советское время с целью разнообразить эту площадку на склоне горы Машук. Ворота солнца или, как еще их называют, ворота любви – излюбленное место молодоженов. И существует даже поверье, что жених должен взять на ручки невесту и пронести ее под воротами несколько раз, и тогда их совместная жизнь будет счастливой. Также считается, что если просто пройти под воротами и загадать желание, то оно обязательно скучно. Ну а с ворот любви уже рукой подать до верхушки Машука. Примерно час неспешным прогулочным шагом. А уже оттуда открываются еще более потрясающие виды на Пятигорск и Кавказские минеральные воды. Вернемся к санаторию. Категорский Нарзан одновременно может принять более 200 отдыхающих. Гости с гравницы могут выбрать номера категории «Стандарт», «Бизнес-стандарт», «Люкс» и «Сьют». А сейчас я хочу показать вам номер, в котором мы остановились. Категории «Сьют» – номер повышенной комфортности. Заходишь, сразу находится небольшой коридорчик. Далее – большая обеденная зона, совмещенная с гостиной. Представлены очень красивый диван, кресло и уютный камин. Первая спальня. Огромная кровать. Здесь становится наш оператор. Отдельная ванная комната. Проходим дальше. В каждой комнате представлены балконы. То есть можно выйти подышать свежим воздухом. А вот и моя комната. И самое главное, конечно же, огромная кровать. Также отдельная ванная комната. Все очень чистенько, свежо. И еще хотелось бы отметить, в каждой комнате установлены кондиционеры, что сейчас немаловажно. Номера оснащены всем необходимым для комфортного или очень комфортного проживания. Я вам честно скажу, за всю историю программы «Поехали на курорт» в таком новом формате – это лучший номер, в котором нам предложили разместиться. Ну и не устану повторять, конечно же, с огромной кроватью. Насыщенный день подошел к концу. Заканчивается и сегодняшний выпуск. Пойдемте уже спать. Тут даже на подушечках пятигорский нарзан. Дорогие друзья, увидимся с вами через среду на новом курорте. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok